Пламенный привет! Друзья, ну мы все слышали поговорку, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Да, известная цитата Владимира Высоцкого. Гора Колдун, где мы сейчас находимся, прогуляемся и с удовольствием покажем вам, что это за интересное местечко. Ставьте лайки, отдыхайте, подписывайтесь. Начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Точнее, натянутая, поэтому не вижу смысла ехать еще метров сто до нее. Ну, дальше в любом случае только пешком. Вон какой путь нам предстоит, гора виднеется. Дойдем до самого верха. Более того, кроме цепи стоит дорожный знак Блин, так называемый, запрещающий дальнейшее движение. Хочу показать вам интересный домик. Вообще, Масхака в Новороссийске считается элитным селом. Такой домик на берегу моря. И почему-то находится в очень плачевном состоянии. Все стекла побиты. Калитки нет. Заходите, гости дорогие. Живите, кто хочет. А можно было бы продать. Поэтому даже в таком состоянии миллионов за 15 ушел бы. Видимо, что-то случилось. Ох, какой сегодня завораживающий шум волн слышится. Сейчас покажу вам вид сверху. Кстати, возвращаться мы будем как раз таки по побережью. Поэтому успеем полюбоваться этой красотой. Волны такие метра по полтора. Еще один долгострой-новострой. Четыре этажа бесхозных. И дальше все. Начинается дикая часть горы Колтун. Какие-то путники навстречу идут. По пути будет попадаться несколько смотровых площадок. Покажу каждую из них. Подходим к первой. Такой ветерок задувает. Не правда ли красота? Но то ли еще будет. Еще один шикарный вид. Друзья, совсем забыл включить нашу программу Relief. Для того, чтобы замерить маршрут. И показать его вам в конце видео с эффектом 3D. Ну, в общем, прошел я, наверное, метров 500-700. Потом это расстояние приплюсуем. Небольшой равнинный участок. Очередная смотровая площадка. И отсюда уже так начинается будет самый подъем вверх. Ну, метров через 200. Отсюда уже и мосхака отлично видно. Какой-то косяк уток полетел. Вспомнился ролик у меня на канале у мальчика. Спрашивают, что такое утиный косяк. Ну, это, говорит, когда утка что-то натворила. Называется утиный косяк. Ох, обрыв, наверное, метров 15. Рыбаки рыбалят рыбу. На лодках повыходили. Очередной косяк уток полетел. Уже третий на промежутке 100 метров, как я прошел. Там еще один виднеется, летит и еще один. Причем, по факту, это они летят на запад. Очередная смотровая площадка. Немного извилистой дороги. Непонятная погода. Здесь вроде затишье. Сразу стало жарко. Там на смотровых площадках стоял. Ветер дует. Даже в шапке, в куртке холодно. Ну, о погоде традиционно мы поговорим чуть позже, когда спустимся к морю. Замерим температуру и воздуха, и воды. Во времена Великой Отечественной войны на этом месте проводились ожесточенные бои. В честь этого и установлена памятная стелла. Со списком имен погибших в этом самом месте. Ну, думаю, далеко, конечно, не весь список. Это из раскопок, что нашли. Никто не забыт, ничто не забыто. Снаряд. Если кто надумает приехать сюда отдохнуть с палаткой под шашлык-машлык, помните, что разведение костров здесь запрещено и не напрасно. Пару лет назад произошел довольно серьезный пожар. Видно его последствия. Выгорела часть реликтового леса, который восстанавливается очень и очень долго. Вот эти иголки от хвойных деревьев вспыхивают, как порох, так же, как и сухая трава. Поэтому берегите лес от пожара. Наверное, вот отсюда, можно сказать, начинается уже суровый подъем. Последняя смотровая площадка. Можно идти так посередине склона, либо идти вверх, все выше и выше и выше. Мы легких путей не ищем. Наверное, градусов под 45. Особенно после новогодних праздников. Надо немного раструстить новогоднюю оливьешку. Так на мне пиджак не застегнулся. Последний раз одевал позавчера. Но это дело поправимо. Вот еще последствия пожара. Тут ветром дерево пополам сломало. Причем не под корень, а в середине. Да, жалко, конечно, столь ценную породу деревьев. Все-таки не все соблюдают правила не разжигать костры. Кто-то даже тут свой пикник соорудил. Воспользуемся столь импровизированной лавкой. Немного отдохнем. Немного. Хорошего понемножку. Двигаемся дальше. И, наверное, самый суровый промежуток остался. Самый тяжелый подъем. Идешь, смотришь вверх. Вроде бы не так много осталось. И случайно посмотрел назад. О, весь Масхака. Как на ладони. Красота-то какая. Участок наиболее сложный и наиболее опасный, ко всему прочему. Слева обрыв. Один шаг влево. И будешь уже очень быстро. В самом низу, возле моря где-то. Мы так не спешим сильно. Считанные метры чагирей. Все. Можно смело сказать, что я на самом верху колдуна. Еее. Я сделал это. Даст из фантастиш. Конечно, можно еще выше идти. Не самая вершина. Но это будет уже следующий бугор. Мы на этом остановимся. Вон какой-то путник чаек попил. По-моему, маршруту практически. Посмотрите теперь на эту красоту с этой высоты. Увидел какую-то табличку с фотографией, наверное, от высоты от дерева метров 7 ниже. Не знаю, на камеру видно или нет. Островский Леонид Иванович, если зрение не подвело. Друзья, кто знает, что за человек и почему ему здесь установили эту табличку? Может, упал? Может, какой-то покоритель вершин? Напишите в комментариях. Буду весьма признателен. Недолго идти до самой высокой части колдуна. То есть, и там пару бугров вниз. Можно дойти до снежных шаров. Так называют локаторы ПВО. Или что там. Точно не знаю, как они называются. Я в других войсках служил. Все это, безусловно, красиво. Но надо двигаться дальше. Спускаемся в сторону моря. Примерно под каким градусом был подъем. Теперь под таким же градусом и спуск. Градусов 45. Ух! Все размыто, намыто. Ну, по камням можно так использовать, как ступеньки. Главное, вниз не улететь. И спускается, конечно, гораздо быстрее, чем поднимается. По неволе ноги сами бегут. Ну, наконец-то, уже что-то похоже на низину. Вытряхнем камни из кроссовок. И двигаемся дальше. Гигантский оползень, который отвалился от основной части горы Колдун. Ширина его метров 7, длина метров 15. Тут уже подзаилило, подзамыло все. Кстати, делал отдельное видео по поводу этого оползня, когда он только отошел. Это года 4 назад. Кстати, первое видео, которое я снял на профессиональную камеру Sony X3000, на которой снимаю все основные свои видео. Ох, до моря уже все рукой подать. Наблюдал экстремалов, которые вот на этом самом месте расположили палатку. Но это уже сильно по-суровому. Можно ненароком вниз улететь. Вывеска. Нудистский пляж. Он, видно, нет красным цветом. С Андрюхой пошли, гуляли от широкой балки в сторону Масхака. Дошли. Идем, я не пойму, что люди голые лежат. Думал, сначала один, может пьяный. Оказалось, нет. На этом месте Новороссийский Нудистский пляж. Ну, кто любит такой отдых, приезжайте, отдыхайте. Это не как в Коктебеле. Идешь по набережной, и опа, нудисты отдыхают. Такое, конечно, я считаю, табу. Моветон просто. Если на диком побережье, то ничего зазорного здесь не вижу. Как раз по хребту и был наш основной спуск. Быстро спустился, минут 7-8, наверное. Просто как ракета. Ох, тут сооружение какое сделали, а? Заграда от шторма. Да тут прямо к войне приготовились, можно сказать. В наши смутные времена. Если что, будем знать, где бомбоубежище в Масхаках. Ну, прям на самом деле, и от дождя можно укрыться. Такой навес своеобразный. Я был здесь год назад примерно. Конечно, все было оборудовано, но не настолько. Просто груда камней лежала без особых навесов. Не знаю, выдержит ли, кроме шуток, этот навес суровый черноморский шторма. Тут прямо если волны начнут биться. Потому что сегодня это так, не волны. Небольшое волнение моря. Ох, красота-то какая. Ну, насчет волн. Хорошо, наверное, что они такие небольшие. А то как бы я шел здесь по побережью, накрывало бы метра на три выше скал. Точно бы сухой из воды не вышел. Друзья, как и обещал, поговорим о погоде. Что же послала небесная канцелярия на берег Масхака. Итак, согласно Гидромет Ютуб по помощи центру, воздух 10,1 градуса тепла. То есть, в принципе, тепло. И даже несмотря на волны, здесь на берегу ветра практически не ощущается. Так, попробуем замерить воду. Да, не самое лучшее решение. Накрыло только что меня волной, окатило. Но так промочил кроссовки не сильно. Что-нибудь придумаем. Настоящий тревел-блогер найдет выход из любого положения. Нашел бутылку, валялась на берегу. Практически одинаковая температура как воды, так и воздуха. И думаю, это актуально, как никогда. В среду у нас уже будет традиционный праздник крещения. Традиционные крещенские купания. До цивилизованной набережной остается метров 800. Думаю, вот на этом месте, под столь завораживающий шум и вид волн, да еще и с лучами солнца, мы внесем в наше видео традиционную минуту релакса. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я думаю, лайка заслуживает. Все, двигаемся. Один из самых опасных участков придется проходить. Точнее, даже, наверное, пробегать. Благо, не накатило, не окатило волной. Ах, какой маршрут мне сегодня пришлось преодолеть. Хотя и не впервой. Дошел до набережной, кстати. Вот слева сейчас будет тот заброшенный дом, который показал в самом начале видео. Сколько же здесь в целом бетона использовали. И от этого места идет уже не то что цивилизованная, нормальная человеческая набережная, широкая. Все, как и должно быть. И тот самый проход, который я показывал, где я припарковался. Друзья, на этом месте и предлагаю сегодня попрощаться. Надеюсь, столь экстремальная прогулка была полезной, интересной, развлекательной. Может, даже немножко познавательной. Поддержите лайками, баллайками, если до сих пор этого не сделали. Пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик. До новых встреч. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может. Обнял, приподнял.